О том, что в поселке опытная станция Новозыпковского района большой праздник, догадался даже местный шарик. Пока дети испытывают на прочность новую детскую площадку, взрослые разглядывают отремонтированный дом культуры. Для сельского населения событие значимое. Когда много трудишься, обязательно должно быть место для отдыха. Очень довольны, да чтоб больше посещала людей. Хорошо, я тут не рада уже была до того, приходила, смотрела, подсказывала, что надо. А так приходим, каждый концерт обязательно. Мы сами участвовали там, потому что и пели, и хор у нас был огромный. В общем, хорошо. Моя мама раньше там была, и тетя выступали в клубе. Здание построили в 1960 году. Капитального ремонта ни разу не было, хотя дом культуры во все времена пользовался популярностью. Сюда приходят не только жители опытной станции, но и соседних сел, Деменко и Перевоз. Замена кровли, далее окна, фасад, крыльцо, внутри частично сделан потолок, частично замена пола, полностью все стены были покрашены. Практически охват был большой всего дома культуры, не частями, а всего дома культуры. И санитарный узел, его раньше не было, теперь он уже внутри. Вторую жизнь дом культуры опытной станции получил благодаря проекту партии «Единая Россия. Культура малой родины». Только на ремонт этого здания выделили почти 2 миллиона рублей. В отличие от других регионов, мы пошли к реализации этого проекта таким путем. Некоторые регионы приняли решение отремонтировать один-два дома культуры под ключ и на этом завершить работу. Либо закупить какое-то оборудование. А по решению Александра Васильевича Богомаза, было реализовано в течение этих двух лет ремонт более 50 домов культуры по всей нашей области. Хотел бы зачитать памятный адрес от нашего секретаря Транского регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Ивановича. Партия «Единая Россия» уделяет особое внимание в повышении качества доступа и доступности культурных флаг для всех групп населения. Просто клубных формирований кружков, направленных на развитие творческого потенциала детей и молодежи. Кроме того, от имени руководства регионального отделения партии «Единая Россия» Виталий Михеенко подарил учреждению культуры стол для тенниса и стеллаж для хранения театрального реквизита. В свою очередь руководство дома культуры пообещало, эта сцена больше не будет пустовать. А в зрительном зале всегда найдутся те, кто поддержит маленькие таланты аплодисментами. Открытие дома культуры совпало с празднованием Дня Матери. Для многодетных женщин Новозыпковского района приготовили подарки. Кристина Прасхилава, Екатерина Карманова, Сергей Любецкий. События. Новозыпковский район.